Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажем. Как рассказали, то есть можно продать душу для, уходя это коллективное осознание, но в принципе это позитивно. Уходя это не очень правильно сказано. Не, это вещь такая. Я буду закидываться углеводами, хорошо? Кто хочет, тоже. Потому что энергия. Ибо ирония судьбы, не спославшая нам этот своего рода сюрприз... Остап, неожиданно для себя, объявил ей такой длиннющий, двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца, несмотря на все старания. Прошу, товарища Тобеда, чем Бог послал. Чем Бог послал. Не применусь. Есть концепции, есть эволюционный уровень. Уровень вашего развития. Концепции, согласно этому принципу, критерию могут быть трех видов. Соответствующие вам, ниже вас или выше вас. Соответствующие вам хорошо. Выше вас вас подтягивают, а ниже вас они тянут вас вниз. И, ну, как, знаете, как марш-бросок бежит, как разделение. Оно меряется по кому? По самому слабому. Но бежит с той скоростью, с которой бежит самый слабый человек. Если вы будете общаться с людьми, которые, ну, сильно вас... С концепциями, которые сильно вас ниже, вы будете невольно спускаться до этого уровня. А зачем? Лучше на своем уровне или выше. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, мы вводим еще один критерий, а именно эволюционный уровень. Если вы... Общаясь... Эволюционный уровень. Уровень вашего развития. Если вы продаете душу концепциям, которые ниже вас по развитию, чем занимается 99% людей, то это как бы... Это плохо. Если на уровне, это... А третье, когда вы там более высоким. Нам можно же самому творить концепции. Никто же не запрещает. Человек это существо без верхней границы совершенства. Он может все, что хочешь сделать. Ограничение. Есть? Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Физические ограничения есть? Ну, есть физические, но есть люди, которые могут даже эту карму развязать. Ну, физические, например. Да нет, есть люди, которые могут развязать даже карму физики твердого тела. Потому что... Ну, как вам сказать, деликатно. И что такое, товарищи, идея? Что такое? Дебют, братья. Это... Квази-уно-фантазия. Ну, это всем понятно. А что такое, товарищи, идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Есть же люди, которые ходят по воде. Идя по рисовой бумаге натянутой. Можете посмотреть в интернете полно роликов. Рисовая бумага, тончайшая, натянутая между двумя стульями, и люди ходят. А есть люди, которые вот так пальцем достают тром из сосуда и выбрасывают. А у вас остается след такой какой-то. Как будто грен в банку ставили. Знаешь, люди, которые могут вам живот массировать шести метров. Я могу вам кое-какие руки показать, но не буду. Прямо здесь я сейчас могу вам всем промассировать. Любой внутренний урок. Нас проходите. Но не буду. Это будет совсем другой семинар. А чудо есть на сих. Точно можно, да. И по рисовой бумаге. И по рисовой бумаге. Не, у меня все это есть благополучно. Можете посмотреть на дону. Но это же противоречит законам физики, известно. Да, противоречит. Но законы физики с точки зрения индуизма, это законы карли. Если ты хорошо истончился, ты можешь даже карму галактики развязать, Вселенную. И не подчиняться. Первый в отчетах. Но ты должен привлечь внимание ученых. Они должны эти феномены были... Вы не понимаете, как работает наука. Если вы хотите понять, вам надо прочитать книжку Томаса Куна, которая называется «Структура научной превалиции». Наука развивается не в смысле, вот я вижу, интересные явления бросаются изучать, а парадигмы. Все, что за рамки парадигмы входит, ученые просто не рассматривают. Откидывают. Как Стивен Хокинг. Вот изящная теория большого взрыва, но вот созданная. Супер-пупер. Ему журналист задает вопрос, а что было до большого взрыва? Он говорит, наука этим вопросами не занимается. Все. Все. Это интеллектуальная нечестностная точка. Но наука стоит самая. Она не отвечает на последний вопрос. И на те вопросы, которые попадаются в рамки внешнего языка. Поэтому как бы такое. Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Сообщение с другими планетами сделает и таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. На большой разговор. И все настоящие ученые, которые там честные, интеллектуальные, открытые, они чешут реку и думают, надо придумывать. Это просто научный аппарат, занимание наукой и метод. А он не придумывается. Ну, короче, сложно. Да. Нет меняется. Может быть, немножко такой прямой вопрос. То есть вам решать, отвечать или нет. Но те вопросы, три основные, которые вы там нарисовали, кто я, где я и так далее, кто вы, как вы отвечаете на этот вопрос? Никто. Пустойность. Меня нет. Что еще вопрос? Или там, я могу долго перечислять, вчера я на вопрос по своей биографии отвечал минут 20. Подробно. То есть очень много концепций как-то здесь упомянули. Там и карма были, и Кузда был, и Моисей был. У меня есть такая книжка интересная, называется, и семинар, называется «Метафизика символических систем». То есть если взять эту систему, то изнутри этой системы вы можете себя как-то обозначить. Я есть кто-то. Часно, ежеминутно не будет тренироваться в шашки. В шахматы. Они на этом самом... В помине там нет нигде раба Божьего. Это церковно-сознавянский перевод, очень сильно скажу. Там даже о слугах не говорится на самом деле. Не говоря уже о том, что никакого Отца Небесного тоже нет. Потому что Авва – это Папа, а не Отец. Иудеи могли простить еще Отца Небесного, это концепция. Как-то они в голове укладывались. Но когда он начал говорить, что Папа, называйте его Папа, они уже поняли, что это перебор, и что-то с этим надо делать. Я лакмусовая бумажка. Кто я точно – это хорошая лакмусовая бумажка. По отношению к Арестовичу вы можете сразу сказать, кто такой человек. Хороший или плохой. Это железная работа. Плохо ко мне относятся, значит, в плену плохой концепции. Сам человек хороший, но в плену плохой концепции. Гарантированно он. Я столько раз это проверял уже, и не только я. Поэтому, а вообще я стремлю жить. Есть такая тема христианства и подражание Христу. Христ уже обманул всех, с кем он делал, с их точки зрения. Слушай, ну а ты понимаешь, чему такая негативная реакция была на тебя? Ну, с чем она повязана? Ну, оно по двум вещам. Для кого-то я реально аферист. Просто тупо аферист. А для кого-то я… Они прекрасно знают, кто я и что я могу. И за что у меня 7 боевых наград. 7 боевых наград? Ну да, ведомственных. Они ведомственные, но тем не менее. Подло, цинично и гадко обманул. Давайте спорить! Положим, положим… Я вообще за условный вкус. Да, да, я нереалист. Да, я вижу мир иначе, чем вы. Ну что из того? Дайте доехать хотя бы к Самаре. Нет, для того, чтобы ломать шаблоны людям. А человека невозможно ничему научить, если ты не вывел его из зоны комфорта. Первое, что ты должен сделать, это сломать ему шаблон. Тогда он становится обучательным, когда он вот такой становится. И тогда можно учить. Да, идет слом шаблон, он должен в детское состояние подобиться детям. Только дети выйдут в Царствие Небесное. Известно, что я, ладно? Ну, я же зарабатываю семинарами. Работением семинаров. Школа мысления у меня есть и риторики. Я там учу. Ну, где-то, может, 1120 на месяц. Какая школа у тебя? Школа называется «Оперон». Школа мысления. И я учу именно этому. Как анализовать и собирать данные. Как анализовать данные. Как высловывать, обыскиваться про данные. Это какая-то сертификовая история? Нет, это ФОП Арестович. Есть таки, я не выдаю дипломов джинсового образца. Поэтому я не потребую лицензувания. Просто, знаешь... Ну, ты ж можешь провести курс, например, как триматься в камере для журналістов или пожающих початківцев. Ну, теоретично можешь зарабатывать на цьому деньги. То есть, нести там всякое, знаешь... Не дивиться влево, не дивиться вправо. Открыть шарашкину контору. Это нужно мне問ать, а я какие-то навчания. А не, кто навчается. Вертащися к истории про лохов. Это нужно, я бы не сказал, что там лихие, скажем так, там не лихие.